Недавно астрофизики сделали открытие, которое перевернуло наше представление о космосе. На экзопланете К2-18b, расположенной в 124 световых годах от Земли, обнаружены химические соединения, которые на нашей планете производят только живые организмы. И самое удивительное, их концентрация просто зашкаливает. The New York Times даже заявила, что вероятность существования жизни на этой планете достигает 99,7%. Но что это за планета? Что за соединение? И можно ли уже паковать чемоданы для межзвёздного путешествия? Давайте разберёмся, шаг за шагом, и попробуем понять, насколько это открытие меняет правила игры. Начнём с самой планеты. К2-18b – это экзопланета, открытая в 2015 году в рамках миссии телескопа Кеплер. Она вращается вокруг красного карлика К2-18, звезды, которая значительно меньше и холоднее нашего Солнца. Расстояние до этой системы – 124 световых года. Это, конечно, не соседняя галактика, но в масштабах Вселенной почти рядом. Планета находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть на таком расстоянии, где теоретически возможно существование жидкой воды, ключевого ингредиента для жизни, какой мы её знаем. Но К2-18b – это не копия Земли. Она в 2,6 раза больше по радиусу и в 8,6 раз массивнее. Её плотность – около 2,4 грамма на кубический сантиметр, что делает её чем-то средним между каменистой суперземлёй и газовым мини-нептуном. И вот тут начинается самое интересное. Астрономы долго спорили, что это за планета. Одни считали, что К2-18b – это водный мир, возможно, покрытый огромным океаном под толстой водородной атмосферой. Такие планеты называют геккеанами. От слов «гидроген», «водород» и «океан». Другие утверждали, что это скорее мини-нептун с плотной газовой оболочкой и без твёрдой поверхности. В 2024 году команда из НАСА даже опубликовала исследование, где отвергла идею геккеана, предположив, что К2-18b – это газовый гигант с магматическим океаном. Но новые данные, о которых мы сегодня говорим, снова возвращают нас к гипотезе о водном мире. Почему? Потому что атмосфера этой планеты – это настоящий химический ребус, который намекает на нечто живое. Теперь о главном – химических соединениях. В апреле 2025 года учёные Кембриджского университета, анализируя данные телескопа Джеймс Уэбб, объявили о находке двух газов в атмосфере К2-18b – диметилсульфида, ДМС, и диметилдисульфида, ДМДС. На Земле эти вещества производятся исключительно живыми организмами, в основном морским фитопланктоном и некоторыми бактериями. ДМС, например, выделяется планктоном в океанах, и его запах – это тот самый морской бриз, который мы чувствуем на побережье. На Земле нет известных геологических или химических процессов, которые могли бы создать эти газы в значительных количествах без участия жизни. И вот на К2-18b их концентрация, по словам учёных, зашкаливает. Это не просто следы. Это мощный сигнал, который заставляет астрофизиков говорить о вероятности жизни в 99,7%. Но давайте разберёмся, что это значит. Во-первых, обнаружение ДМС и ДМДС – это непрямое доказательство, что на К2-18b плавают инопланетные рыбы или растут космические водоросли. Это биосигнатура, то есть косвенный признак, который может указывать на биологическую активность. Во-вторых, учёные подчёркивают, на К2-18b могут существовать неизвестные химические процессы, которые производят эти газы без участия жизни. Например, на газовых гигантах, таких как Юпитер, метан образуется абиотически, то есть без живых организмов. Но для ДМС и ДМДС таких процессов мы пока не знаем. Это делает открытие уникальным, но требует осторожности. Как сказал один из исследователей, это самые веские доказательства жизни за пределами Солнечной системы, но мы должны проверить каждую альтернативу. Давайте копнём глубже. Почему К2-18b так интригует учёных? Дело в её атмосфере. Ещё в 2019 году телескоп Хаббл обнаружил в ней водяной пар. Это было первое подтверждение воды на экзопланете в обитаемой зоне. Позже Джеймс Уэбб добавил деталей. В атмосфере нашли метан, углекислый газ и почти полное отсутствие аммиака. Такой состав идеально соответствует модели Геккеана, планеты с глубоким океаном, покрытым водородно-гелиевой атмосферой. Но есть нюанс. К2-18b получает от своей звезды чуть больше энергии, чем Земля от Солнца, около 1,22 кВт на квадратный метр. Её равновесная температура примерно минус 8 градусов Цельсия, но реальная температура поверхности может быть выше из-за парникового эффекта. Некоторые модели предполагают, что под давлением плотной атмосферы вода на К2-18b может находиться в суперкритическом состоянии. Это нечто среднее между жидкостью и газом, где обычная жизнь, какой мы её знаем, вряд ли выживет. И вот тут возникает философский вопрос – что мы вообще ищем? Когда мы говорим «жизнь», мы часто представляем что-то земное – бактерии, растения, может быть, даже разумных существ. Но что, если жизнь на К2-18b совершенно иная? Если там есть организмы, способные существовать в суперкритической воде или в водородной атмосфере, это перевернёт наше понимание биологии. ДМС и ДМДС намекают на биохимию, похожую на земную, на условия на планете далеки от земных. Может быть, мы стоим на пороге открытия не просто жизни, а жизни, которая заставит нас переписать учебники. Теперь о скептицизме. Не все учёные разделяют восторг по поводу К2-18b. В 2024 году команда из НАСА опубликовала статью, где утверждала, что планета, скорее всего, мини-Нептун, а не Геккеан. Они объясняли наличие метана и углекислого газа термохимическими процессами в глубокой атмосфере, а не биологией. По их мнению, гипотеза о жизни требует слишком сложных допущений. Кроме того, красные карлики, такие как К2-18, известны своей нестабильностью. Они часто выбрасывают мощные вспышки, которые могут стерилизовать поверхность планеты или сдуть её атмосферу. К2-18b, возможно, слишком близко к своей звезде, чтобы быть уютным домом для жизни. Но есть контраргумент. Плотная атмосфера планеты могла защитить её от этих вспышек, а океан – стабилизировать климат. Ещё одна загвоздка – метод наблюдений. Все данные о К2-18b получены с помощью транзитной спектроскопии. Это когда телескоп, вроде Джеймса Уэбба, анализирует свет звезды, проходящей через атмосферу планеты. По тому, какие длинные волн поглощаются, учёные определяют химический состав. Но этот метод не идеален. Атмосферные облака, турбулентность или даже шум в данных могут искажать результаты. Например, первые сообщения о ДМС в 2023 году были встречены скептически, потому что сигнал был слабым. Новые данные 2025 года, похоже, подтверждают находку, но учёные уже начали повторные наблюдения, чтобы исключить ошибки. Давайте сделаем шаг назад и посмотрим на общую картину. Открытие на К2-18b – это не просто про одну планету. Это часть большой революции в астрономии. За последние 30 лет мы обнаружили более 5000 экзопланет, и многие из них находятся в обитаемых зонах. Но К2-18b – первое, где мы нашли сразу несколько признаков, намекающих на жизнь. Воду, углеродсодержащие молекулы и теперь биосигнатуры вроде ДМС. Телескоп Джеймс Уэбб стал настоящим прорывом, позволяя заглянуть в атмосферы далёких миров с небывалой точностью. И это только начало. В ближайшие годы к нам присоединятся новые инструменты, такие как телескоп Ариэль от Европейского космического агентства, который будет специализироваться на изучении экзопланетных атмосфер. Но что, если К2-18b действительно населена? Представьте, микробы, похожие на наш фитопланктон, плавают в инопланетном океане, выделяя газы, которые мы улавливаем за сотни световых лет. Или, может быть, там есть что-то сложнее – экосистема, о которой мы даже не можем мечтать. Это поднимает не только научные, но и этические вопросы. Если мы найдём жизнь, как мы будем с ней взаимодействовать? Стоит ли нам вообще вмешиваться? И что это открытие значит для нас, людей, которые веками задавались вопросом, одни ли мы во Вселенной? Подведём итог. К2-18b – это не просто точка на карте космоса. Это символ того, как далеко мы продвинулись в поиске ответов на величайшие вопросы человечества. Обнаружение диметилсульфида и диметилдисульфида в её атмосфере – это пока не доказательство жизни, но самый сильный намёк, который у нас есть. Вероятность 99,7%, о которой говорит NYT – это, конечно, смелое заявление, но оно отражает, насколько учёные взволнованы. Мы стоим на пороге новой эры, где вопрос, есть ли жизнь во Вселенной. Может превратиться в «где ещё есть жизнь?» Но что думаете вы? Верите ли вы, что К2-18b кишит жизнью? Или это просто очередной космический мираж? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если хотите больше таких разборов, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые открытия. Космос полон загадок, и мы только начинаем их разгадывать. До встречи в следующей звёздной истории.